Машка, Мишка Мать щенков их бросила. Дворняжки замерзали. Спасла медсестра детского сада и принесла сюда. Теперь у щенков новая мама, Ольга Исакова. Братик пушистенький. Совершенно разные щенки, хотя родились в один день от одних родителей. С инициативой открыть приют к депутатам обратился глава Нагинского района. Народные избранники идею поддержали единогласно. Собак Владимир Лаптев любит. У самого две. Много бродячих собак, бегают по городу. Ну не знаю, на меня никогда не набрасывались, и на моих знакомых. Я всегда говорил, если ты собаку не травишь, она не тронет. Ну вот ведь попадали люди и в больницу. Завтрак в 8, ужин в 4. 20 кастрюль пищевых отходов и ведро сухого корма. Это на сутки. Мохнатая стая не избалована. В приюте работают кинологи трех мастей. Дневные, дежурные и специальные по отлову. Еще в штате ветврач. Скоро появится бухгалтер. 50 вольеров. Сейчас здесь 15 взрослых собак и 35 щенков. Каждому питомцу гарантировано двухразовое питание и крыша над головой. Псов, бывших беспризорников сотрудники приюта отдают, но только в добрые руки. Неаполитанский мастиф тоже ждет. Собака с итальянской родословной может замерзнуть. Я стараюсь убедить этих людей, что ответственность за это животное лежит о них. И просто перекинуть свою проблему на кого-то, на тот же приют, это неправильно. Если мы начнем брать всех животных, которые просто надоели людям, надоели хозяинам, у нас просто не останется места для тех, у которых нет дома, у которых нет хозяина. Этот приют обходится районной казне в 120 тысяч рублей. Ежемесячно. Столько нужно на зарплату сотрудникам. На корм и прочие расходы помогают неравнодушные к собакам люди. Константин Жирнов, Сергей Фомин. Ногинск. Новости Подмосковья.